Добрый день, дамы и господа. В этом видео я покажу процесс обновления Windows 7 до Windows 10 Technical Preview. Я расскажу о системных требованиях, о процессах установки и сразу вам говорю, мы будем не обновлять, у нас будет совершенно другое, у нас будет процесс миграции. Начиная с Windows 8, это все появляется. И при миграции приносятся только личные файлы, а программы все придется устанавливать заново, ну в том числе драйвера. Дальше, расскажу о системных требованиях. Должно быть не менее 23 гигабайт жесткого диска, вот как у меня здесь. Различаются 32-битная и 64-битная система. Так вот, для 32-битной требуется 1 гигабайт оперативки, а для 64-битной 2. эксперимент у себя на компьютере. Windows 10 Technical Preview доступна в сети только английская, китайская и еще на каком-то языке, я не помню точно. Поэтому, если язык обеих систем различный, то обновления доступно не будет. Если бы у меня была английская, был бы я англичанин, то тогда пожалуйста. А если система английская, то нет проблем, уже выпущен русификатор. Так, поехали. Вот я подключил образ установочного диска. Можно сразу на него нажать. И приступим к операции обновления, а точнее миграции. Нет ребята, если я сказал обновление, то я конечно не призываю вас, закрываю страницу, потому что не обновиться, значит не обновиться. Идет подготовка. Кто не очень хорошо знает английский, я русификатор тоже установлю. Поэтому волноваться не стоит. И ссылки я все дам. Завершилась подготовка. Сначала нам нужно принять условия вот этого лицензионного соглашения. Я читать это не буду, просто приму. Accept. Проверка обновлений. Проверка компьютера и подготовка всего. Вот смотрите. Choose what to keep. Выберите, что нужно сохранить. Windows 8 тоже самое. При этом здесь заступит значок сохранить все программы персональные данные. Сохранить персональные данные или ничего не сохранять. Расскажу поподробнее. Сохранить программы персональные данные. Все это в кучу. Это уже будет обновление. А сохранить только персональные данные. Это просто будет миграция, перенос всех ваших параметров в новую систему. Вот чтобы вам показать на примере, я создам папочку и текстовый документ. Чтобы мы потом доказали, что произойдет перенос вот этих всех файлов в новую систему. А ничего не сохранять. Это значит полностью установить новую систему. Тогда все ваши персональные данные. Файлы программ будут перемещены в специальную папку Windows All. Как ее удалить? Это требуется очистка диска. Процесс довольно сложный, но я выберу то, что нам ближе к обновлению. Это миграция. Сохранить только персональные данные. Next. Идет проверка совместимости. Итак, вот что вам требуется перед установкой. Установка Windows 10 Technical Preview может изменить ваш язык. Чтобы это отменить, нужно переустановить языки. То есть у меня русская система, у вас установится английская. Но я вам уже сказал, что это ничего страшного. Я покажу установку республикатора. Нажимаем ОК. И вот последнее, что вы выбрали для установки. Вы уверены, что хотите установить Windows 10 Technical Preview и сохранить только персональные данные. То есть совершить миграцию. Чтобы изменить свое решение, нажмете Change Word to Keep. Что изменить? И заключительная часть. Нажимаем Install. Все. Начинается установка. Она может занять от 20 минут до 1 часа. Так, пришло время настраивать параметры. Быстрая установка параметров. В Windows вам рекомендует установить вышеперечисленные настройки. Автоматически подключаться к устройствам, автоматически искать обновления Windows. Защитить компьютер от небезопасных файлов. Помочь Microsoft улучшить. И разрешать приложением Windows использовать имя, картинку и всю вашу информацию для Microsoft. Чтобы прочитать условия конфиденциальности, вы можете нажать сюда. Чтобы узнать больше, можно вот это нажать. А теперь я оставляю на ваше рассмотрение. Либо использовать быстрые параметры. Либо настроить. Я выберу настроить. Вы подключены к интернету. Вы хотите разрешать компьютером и другим устройствам подключаться к этой сети? Да, это в основном для рабочих сетей или нет, это для публичных сетей. Ну, я выберу, что можно подключаться. Настройка обновлений. Я не буду включать. Настройка безопасности. Я оставлю включенным. Дальше. Проверка решений в интернете. Я оставлю. Улучшить программное обеспечение Microsoft. Я вот это тоже оставлю. Не буду это включать. Дальше. Передавать информацию Microsoft и другим сервисам. Так как я в тестовой форме все это делаю, то есть не буду пользоваться постоянно, я не буду менять настройки. То есть вы можете настроить разрешать Microsoft всю вашу данную или нет. Если вы сильно скрытный человек, не хотите, чтобы в SBU все перешло или как там называется, то рекомендую отключить все это дело. Дальше. Настраивайте аккаунт. Здесь вам нужно ввести свое имя пользователя и пароль для входа в учетную запись Microsoft. Если у вас нету, вы можете создать новый аккаунт. Здесь нужно всю информацию запомнить или continue using my existing account. То есть вы можете не создавать учетную запись Microsoft, а просто пропустить шаг. Только нужно нажать на ту кнопку, где вам предлагается зарегистрироваться и вниз нажать. Там будет кнопкой, что использовать локальный аккаунт без Microsoft учетной записи. Если у вас нет учетной записи Microsoft, вы не Windows 8, не Windows 8.1, не Windows 10. Нужно сказать, не сможете использовать в полном объеме. Конечно, я не хочу сказать, что вы должны иметь в обязательном порядке. Если вы просто юзер, вам зайти в компьютер, проверить почту, поработать с документами, то делать вам не рекомендую. А вот это идет установка приложений, вам придется подождать. Так, поехали. Конечно, что вы заметили первым делом? Те самые папки 112 и AAA, текстовый документ, который мы создали перед процессом обновления, вернее миграции. Так, и что же я вам обещал? Вы, надеюсь, не забыли? Правильно. Нам нужно установить сюда русификатор. Кто плохо понимает по-английски, и так, а мы займемся установкой пакета русификации. Дальше идем, принимаем условия лицензии, далее весь пакет локализации и меняем формат. Дальше. И вот все сведения об установке. Нажимаем установить. Теперь требуется перезагрузка. Конечно, я перезагружу. Так, дорогие друзья, смотрите, что у нас получилось. Полностью изменились форматы на русский язык. Windows предварительная техническая пробная версия. Добро пожаловать в предварительную техническую. Это вас перенаправляет на сайт, где вас Microsoft благодарит за то, что вы скачали и протестили эту системку. Гаджеты отсутствуют, как и Windows 8. Microsoft их посчитали вирусными. То есть, юзер может использовать их для уничтожения компа. Вот персонализация, как Windows 8 она так осталась, и как Windows 7 в самых продвинутых изданиях, таких как корпоративная, максимальная. Вот, тема линии цвета. Это рисунок рабочего стола Windows 8.1. Цветы. Цветы здесь, конечно, другие. Раз. Вот кнопочка следующее фоновое изображение рабочего стола, перелистывает. Тогда вам он надоест, вы можете скачать другую, не изменяя тему компьютера. Наверное, больше девочкам подойдет. Я оставлю себе Windows. Установленная тема. Полностью синий экран рабочего стола. Нажимаем клавишу пуск. Смотрите, однако кое-что здесь не изменилось. Например, новости, люди, отправить отзыв, почта. Все приложения. Название приложений тоже не изменилось. То есть, пакет тут установился не полностью. Конечно, кто знаком с Windows 8, а я для таких это видео и делал, кому все это будет понятно. Погода. Все приложения Metro. Вот, стандартные. Уже с компьютером достаточно знаком. Видео не для начинающих. Я знаю, что все люди, которые постарше, они люди консервативные и не любят почти ничего нового. Windows 10 станет единой. Ребят, извините, мне кажется с компом. Я читал, что Windows 10 делают единой. Она будет одинаково выглядеть и на планшиках, и на мобилках, и на компах. Так как это бета-версия, в том, как она будет выглядеть в дальнейшем, можно только предсказывать. Я вот ничего не имею против меню пуст, которое вернули обратно, но мне нравится. Кнопка выключения, куда еще появилась. Windows 8 1 апдейтативно, его вернули на начальный экран. А вот когда я хочу переместить в правый нижний угол, то ничего не сбывает там. Windows 8. Насройка разрешения экрана. Минимальное доступно 1024 на 768. А я верну то разрешение, которое для моего ноутбука подходит больше. Теперь заходим в проводник и в мой компьютер попадем. На главную, что добавилось. Недавние места, рабочий стол, загрузки, видео, изображения, документы. Это все Windows 7 было. Входим на диск C. Папка Windows Old создалась. Собственно, что такое процесс миграции, еще раз вам объясню. Здесь содержатся все папки, которые остались в Windows 7. Вы их можете удалить с помощью специальной утилиты очистка диска. Как это сделать, я покажу немножко позднее. Так, ну ладно, я тут уже немножко начал отвлекаться от темы. Я вам, однако, показал, что Windows 7 до Windows 10 обновили мы. Видео для профессионалов, еще раз говорю. Поэтому, если кто-то не понял, задавайте вопросы в комментах. Доступна только миграция или полная установка. Если языки систем различны, то обновления доступны не будет. Была бы у меня английская, я бы показал вам обновление. А вот обновление у нас будет с Windows 7 до Windows 8. А с Windows 8 до Windows 8. Но эти видео будут немножко позднее, через несколько дней. Так, всем спасибо за просмотр. До свидания.